добрый вечер я алексей в эфире 73 выпуск программы гербы городов россии она выходит по выходным наш город сегодня это город ярославль . в начале одиннадцатый век великий князь ярослав владимирович мудрый объезжая ростовскую землю остановился на берегу волги при впадении в нее р.катарость место ему понравилось и он повелел срубить город в летописи новый город упоминается под 1071 год по преданию ярослав вступил здесь в единоборство с медведицею и победил ее потому и глубокий овраг спускающийся в волги называется медведицким в 1207 году великий князь всеволод отдал город в удел сыну константину и с этого времени ярославль приобретает известность с 1218 года город становится центром княжества в 1237 году ярославский князь всеволод константинович принимал участие в битве на р.сить там он и погиб его сыновья были убиты во время разорения ярославля татарами среди последующих князей в 14 веке большой известностью пользовался князь василий по прозвищу грозные отчи женатый на дочери ванна калиты после смерти василия ярославское княжество распалась на три уезда а в 1471 году произошло его очередное раздробление на множество мелких ватчинных владений находившихся в полной зависимости от москвы до 1692 года ярославль входил состав костромской четверти пока не отошел в чину государей по губернской реформе 1708 год был приписан конгерманланской губернии а с 1719 года объявлен провинциальным городом санкт-петербургской губернии в 1777 году стал губернским городом первоначально при основании ярославль назывался рубленым городом и был укреплен деревянными стенами в шестнадцатом веке он был обнесен земляным валом и окружен рво на валу стояли три а затем 8 каменных башен так рядом с рубленом появился земляной город эта часть и стала историческим центром города за земляным валом располагались слободы и посады нередко у стен города стоял неприятель в 13 веке его разорили татары в 1371 году опустошили новгородцы в 1453 году ярославцы натерпелись от междоусобной борьбы василия темного с дмитрием шемякой в 1609 году ярославль выдержал 24 дневную осаду во время польской интервенции ярославль издавна славился как большой город и крупный культурный центр достаточно сказать что в 1221 году в нем было 17 церквей в 1769 году 46 а в 1802 году 62 к концу восемнадцатого века в ярославле сформировалось несколько сословий довольно многочисленных только купцов насчитывалось около 6000 а фабричных людей разночинцев более двух тысяч пятисот в 1856 году в городе проживали 27000 человек его экономическое значение возрастало особенно быстро город стала развиваться с проведением железной дороги связавший его с москву и севером европейской части россии в 1897 году тут проживало 72 тысячи человек в современном ярославле более 630 тысяч жителей ярославль крупный промышленный культурный центр россии здесь развито машиностроение и нефтеперерабатывающая промышленность производят двигатели топливную аппаратуру автомобильные шины синтетический каучук и д.р. в ярославле расположены многие высшие учебные заведения в том числе университет театры цирк филармония еще в 1750 году был открыт первый в россии общедоступный театр носящий ныне имя его основателя f.g.волкова в ярославле обнаружена рукопись слова полку и гареве большой известностью пользуется ярославский историкоархитектурный музей-заповедник сам город включен в туристский маршрут золотое кольцо россии набережная волги является любимым местом прогулок горожан и гостей города посещающих его герб города в серебряном кците черный стоящий на задних лапах медведь держит левой лапой положено и уноплена золотую секиру на такой же рукоятки . вам понравилось наше видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал